Добрый день коллеги. Я предлагаю начать занятие. Я думаю, практически все, кто хотел прийти, уже пришли. И поскольку занятие первое, я должен представиться. Меня зовут Клочков Сергей. Я долго работал системным администратором в Mail.ru, а до этого в Яндексе. Сейчас я работаю системным администратором в компании, которая занимается защитой от DDoS. И я буду вашим преподавателем на этом курсе системного администрирования Linux. В рамках этого курса мы в первую очередь узнаем об основах операционных системах вообще на примере Linux и о некоторых особенностях Linux в частности. Научимся работать с основными элементами операционной системы, устанавливать в нее программы, создавать пользователю, управлять процессами и так далее. В второй части курса мы рассмотрим типовые приложения. И в третьей части будут расширены темы, касающиеся управления ресурсами, безопасности, отказоустойчивости и создания распределенных масштабируемых сервисов. Кроме этого, на курсе есть опциональная вещь, которая начнется после четвертого занятия. Это практика по системному администрированию. В рамках этой практики мы сами с вами развернем распределенный отказоустойчивый сервис с балансировкой нагрузки и способный пережить выходы строя у любого одного своего компонента. Практика – это вещь сугубо добровольная для тех, кто хочет глубже разобраться в вопросе и самостоятельно все попробовать руками. Она совершенно необязательна и может будет получить полный балл за курс и не участвуя в практике. Также хотелось бы поинтересоваться тем, чего от этого курса хотите вы. Поскольку я знаю, что на этот раз это не открытый курс, куда люди приходят целенаправленно, это всего лишь один предмет в рамках технотрека. Скажите, пожалуйста, кто из вас действительно заинтересован в программе курса, а не просто хочет получить оценку, чтобы прослужить более интересные для себя предметы в технотреке? Отлично. А кто, напротив, во всем этом не очень заинтересован, поскольку видеть себя в дальнейшем, может быть, в качестве мобильного разработчика подается или чего-нибудь в этом роде. Отлично. Никто не признается. Я знаю, что таковых минимум половина. В таком случае хотелось бы поинтересоваться вашим начальным опытом работы с Linux. Это относится ко всем, кроме отдельных людей, которые уже слушали мой предыдущий курс, прежде чем поступить на основную программу технотрека. И скажите, пожалуйста, кто из вас уже в каком угодно виде сталкивался с любым дистрибутивом Linux? Отлично. Почти все. Кто из вас использовал его на своем ноутбуке или дистопе? А кому приходилось администрировать серверы на Linux? Отлично. Один есть. Превосходно. В таком случае, поскольку многие из вас имели какой-то опыт работы с Linux и вообще, видимо, пришли сюда, так сказать, после определенного отбора с ненулевыми знаниями, я хотел провести такой небольшой опрос с целью узнать, так сказать, вашего, немножечко представить себе ваши текущие знания. Ну, начнем с простого. Кто может рассказать, чем процесс отличается от потока? Вот одна рука, расскажите, пожалуйста. Да, верно. У них общее адресное пространство, в то время как каждому процессу выделяется свое собственное виртуальное адресное пространство. Хорошо. А вот такой момент. Равно ли это адресное пространство, которое выделено процессу, реально занято этим процессом в оперативной памяти? Или есть в этом смысле варианты? Да. Ну, хорошо. Все выделение где-либо на физическом устройстве, будь то драм или в свопе, мы будем считать реально выделенной памятью. Обязательно ли любой адрес в адресном пространстве процесса имеет отображение в эту так называемую резидентную память? Или нет? Ну, хорошо, процесс спящий, тем не менее. Я имею в виду любое, просто любое физическое выражение этой памяти. Это может быть драма, это может быть что-то вытисленное на своп на диске. Все, что угодно, что имеет какое-то физическое выражение в железе, а не просто числится. Да? Предположим, что нет, потому что может оставляться дополнительное место. А какое? Что вы имеете в виду? Для процесса выделено больше, чем он на самом деле используется. Да, хорошо. Вот когда вы, например, это будет более понятно для тех из вас, кто уже имел ДЛСС, когда вы делаете просто молок на какой-то размер и получаете указатель, при этом действительно выделяется какая-то память на физическом устройстве? Правильный ответ зависит от конкретных настроек системы. Оно может, вернее, не выделяется на физическом устройстве оно никогда, но при определенных настройках оно влияет на политику аллокации и резервируется. Но по умолчанию большинство дистрибутивов не происходит даже этого. Адресное пространство – это всего лишь адресное пространство. А для того, чтобы страница памяти действительно была выделена физически, нужно, чтобы в эту страницу процесс уже какие-то данные записал. Только тогда она реально выделяется. И более того, есть отдельные алгоритмы, которые рассчитывают на то, что большая часть памяти никогда не окажется на этом устройстве, поэтому они могут выделять ее многие десятки терабайт, просто адресного пространства процесса. Вы можете это все видеть. Вы, конечно, знакомы вам всем утилити ТОП, ведь вы же прошли отбор, что, например, у какого-то процесса значения вирт виртуальной памяти может быть во много раз больше значения резидентной. Это как раз связано с данной особенностью. Мы ее обсудим на втором занятии. Отлично. Перейдем к следующим вопросам. Возможно, поскольку вы, видимо, планируете стать веб-разработчиками или даже архитекторами веб-приложений, то, конечно, у вас есть какое-то знакомство с сетевыми протоколами. И, кроме того, есть различные протоколы, уровень приложения, которые, например, можно использовать для того, чтобы отдать по сети пользователю файл. Для этого часто исторически использовался протокол FTP. Сейчас он сильно-сильно выходит из моды, и в большинстве случаев файлы отдаются просто по протоколу HTP. А в чем разница между этими протоколами? Кто может ответить? Разница их дизайна, а не того, что это просто два разных протокола, которые по-разному называются. Хорошо. Этот вопрос мы обсудим на третьем занятии, посвященном сетевым протоколам. Может быть, те из вас, кто имели опыт работы с различными дистрибутивами Linux, скажите, пожалуйста, какой штатный способ установки большинства программ в большинстве дистрибутивов? Что для этого используется и каково основное предназначение этой программы? Пакетный менеджер. Верно, пакетный менеджер. А зачем он вообще нужен? Он нужен, чтобы загружать программы, загружать зависимости этих программных систем. Да, он нужен для того, чтобы разрешать зависимость и консистенцию устанавливать программы. Хорошо, если вернуться к сетевым протоколам и упустил вопрос. Может быть, если для вас и, так сказать, представляет мне некоторую загадку устройства такого архаичного протокола к FTP, может быть, что-то из того, что употребляется постоянно на текущий момент. Скажем, кто может рассказать, как устанавливается соединение по протоколу TCP? Ну да, например, расскажите, пожалуйста, кто. Да, например, вот смотрите, пакеты, клиент отправляет серверу такой-то пакет, сервер-клиент такой-то и так далее. Вот как он выглядит? Ну, клиент отправляет ему запросто на установку соединения. Какой флаг при этом должен быть выставлен в пакете? Син, по-моему. А ему акно нужно? А ему акно нужно? А ему акно нужно? Верно, син, синак. Синак присылает, а клиент обратно присылает ак. Верно. Хорошо. И если, так сказать, спуститься на аппаратный уровень, на технологии, используемые для хранения данных на серверах, предположим, у вас есть четыре жестких диска одинакового объема. И если вы соберете эти четыре жестких диска в RAID 10 и в RAID 6, в каком случае будет больше суммарный объем массива? Правильный ответ, что в этом случае суммарный объем массива будет одинаковым, поскольку при использовании RAID 10 доступный объем уполовинивается, при использовании RAID 6 доступный объем – это суммарный объем дисков минус 2. То есть, соответственно, что 4 поделить на 2, что 4 минус 2 мы будем иметь два объема одного из наших дисков на массиве. Отлично. Не стоит, так сказать, отчаиваться. Все эти вопросы мы рассмотрим в рамках курса. И, может быть, у вас уже возник вопрос, зачем вам все это надо? Ведь вы же планируете быть программистами и не опускаться до таких материй. Но, к сожалению, очень часто как раз-таки слабым местом многих программистов, которые приходят, например, устраиваться в Mail.ru, является их понимание устройства операционной системы и даже базовые навыки работы с ними. Когда я спрашивал руководителей разработки в Mail.ru о том, на что именно мне стоит сделать упор и каких знаний, по их мнению, не хватает тем, кто приходит работать с программистами, мне сказали в первую очередь – научите их работать в командной строке, не давайте им пользоваться графическим интерфейсом или Midnight Commander. Ничего из этого у них не будет на их разработческих виртуалках, и они окажутся просто без рук. Поэтому мы так и поступим. Основным нашим инструментом в данном курсе будет командная строка. И я, наверное, половину времени, а на некоторых занятиях и большую, буду не показывать слайды с презентацией, а показывать обычную работу в командной строке. А на практических занятиях, которых в этом курсе тоже будет больше половины, вы сами будете на своих личных учебных виртуалках разворачивать те или иные учебные системы, которые понадобятся нам для того, чтобы на их примере рассмотреть те или иные принципы. Но другая половина курса будет представлять из себя определенное количество лекционного материала. И в этом случае я хотел бы вас попросить, если кому-то что-то становится непонятно, или кажется, что выпадает из темы, или я объясняю недостаточно ясно, задавайте вопрос практически сразу. То есть не совсем сразу, а дайте мне просто закончить мысль. Так, чтобы не оставлять сразу тонну вопросов, например, на конец занятия, которые будут при этом совершенно не в контексте. Теперь конкретика по поводу курса. Курс будет устроен следующим образом. В нем будет 10 занятий, которые я условно называл лекциями, и 4, которые я условно называл практическими занятиями. Условно, потому что на лекциях может быть чуть больше половины лекционного материала, и чуть меньше половины практики, а на практических занятиях наоборот. На практике будет чуть больше половины. Но разница между этими видами занятий довольно-таки несущественна, поскольку все то, чем мы занимаемся, это не какая-то теоретическая область, а это всего лишь по большей части освоение набора практических навыков. Всего будет 5 домашних заданий, общим достоинством 80 баллов. И для того, чтобы получить тройку и, соответственно, перейти на следующий семестр технотрека, нужно будет получить не меньше 50, то есть сдать как минимум первые 3 домашних задания. И я бы рекомендовал даже тем, кому этот курс не очень интересен, посетить хотя бы первые 5 точно, ну а если будет возможность, 10 занятий. Последние же 4 занятия будут представлять из себя несколько, так сказать, рассмотрений несколько продвинутых тем, которые могут быть интересны некоторым из вас, но вряд ли они будут сильно пересекаться с будущей программой технотрека, и пропустить их вы уже можете без малейших угрызений совести. О практической работе я также говорил, мы построим полноценный распределенный отказоустойчивый сервис, и организационные вопросы по этой части мы обсудим после 4 занятия. На первых 4 занятиях, собственно, будет обсуждаться тот необходимый минимум, который потребуется для того, чтобы начать работать на практике. Этот курс посвящен системному администрированию. Системное администрирование, как вы, вероятно, понимаете, это отдельная профессия, несколько отличающаяся от той, которую вам учат в технотреке. С одной стороны, это имеет тот недостаток, что курс только частично пересекается с остальными дисциплинами, но также это имеет то достоинство, что прослушив его целиком, вы выполнив практику и уяснив себе большую часть того, что изложено, вы сможете начать работать по другой профессии уже сразу, даже если у вас потом не сложится с остальными тремя семестрами. То есть уже хоть какой-то законченный набор профессиональных навыков вы получите. И в дальнейшем вы сможете работать с системным администратором, так сказать, по одному из четырех направлений. Системные администраторы бывают четырех видов. Первый вид занимается администрированием офисов. Они обслуживают пользователей, рабочие станции, может быть один-два офисных сервера. И здесь изображен типичный представитель. Такая работа в большинстве своем не очень интересна, поскольку работает такой админ две недели в году, настраивая что-то новое. Остальное время он или меняет чернила в принтере, или занимается тем, что здесь изображено на картинке. Другое направление, может значительно больше и более интересное, это администрирование промышленных систем, например, в каких-нибудь банках, основное свойство которых – это очень большая цена сбоя подобной системы. А также необходимость соответствия определенным формальным нормам, и это тоже вполне себе определенная профессия, и системному администратору интерпрайза нужно довольно много знать. Но эти темы также будут минимально освещаться в данном курсе, он немного не об этом. Третий вид того, чем может потребоваться заниматься системным администратором – это администрирование вычислительных кластеров. Например, я думаю, вам, как студентам МФТИ, не надо рассказывать, что очень многие направления науки и техники в наше время требуют высокопроизводительных вычислений для различных численных моделей. Как вы понимаете, в каждом из таких крупных вычислительных кластеров присутствуют, может быть, тысячи и даже десятки тысяч узлов, которым тоже требуется отслуживание. Этим занимаются системные администраторы вычислительных кластеров. Но, опять же, не об этом пойдет речь в данном курсе. В данном курсе пойдет речь о четвертом основном направлении – это администрирование интернет-сервисов. Основная задача, при которой это обеспечение их бесперебойного функционирования и приемлемого качества работы. То есть достаточно низкого времени ответа и малого фона в идеале любого количества ошибок, которые эти сервисы отдают пользователям вместо корректных ответов. Именно это, в первую очередь, требуется от системного администратора в Mail.ru. И разрабатывать именно такие сервисы, которые в дальнейшем придется поддерживать системным администраторам, вас научат на остальных дисциплинах технотрека. Перейдем сразу к рассмотрению курса по существу, но сжато. Это первые четыре занятия – это основы. Я бы рекомендовал эти четыре занятия посетить всем, даже тем, кто не планирует каким-либо образом связываться в дальнейшем с чем-то похожим на системное администрирование, просто потому, что эти навыки нужны в том числе и разработчику, и сведения, которые будут на этих занятиях, вам пригодятся и на других курсах технотрека. И, собственно, на основе материала этих четырех занятий будут первые три домашних задания, суммарным достоинством 50 баллов, сдав которые вы можете получить тройку и не испытывать проблем с переходом на следующий семестр. Вторая часть – это рассмотрение типовых задач системного администрирования. То есть это администрирование веб-сервиса, рассмотрение различных способов хранения данных, резервное копирование, мониторинг. Тут на слайде не указано, но также распределено управление конфигурациями системы диплоя. Как минимум первое из этих занятий, то, что касается развертывания веб-сервиса, а при наличии этой возможности остальные, также желательно посетить тем, кто сюда пришел, исключительно для того, чтобы все формально сдать и сосредоточиться на остальных дисциплинах. Хотя это уже не настолько обязательно, как первые четыре занятия. И на последних из них мы рассмотрим уже продвинутые вопросы, которые больше нужны тем, кто каким-то образом собирается заниматься администрированием в дальнейшем. И, соответственно, посещать их гораздо менее обязательно. О чем же, собственно, курс? Курс, в первую очередь, об операционной системе Linux, поскольку именно под управлением ее работают серверы практически всех современных интернет-компаний, может быть, за исключением каких-то динозавров, которые оставили у себя еще в парке FreeBSD. Но Яндекс, например, даже Яндекс отказался от FreeBSD практически целиком к 2013 году. Может быть, из более-менее крупных рутюб, и то я не уверен, до сих пор ее используют. Но, в основном, если вы хотите каким-то образом быть связаны с тем, что называется модными словами, Highload, облачные вычисления или даже простая веб-разработка, вам придется иметь дело с Linux, без вариантов. Что же это такое? Когда-то давным-давно, когда компьютеры были либо очень большие, либо очень слабые, в университете города Хельсинки купили себе мощный и дорогой компьютер и установили на него один из коммерческих вариантов Unix. Студентам этого университета предлагалось со своих собственных рабочих станций, используя, например, такую учебную операционную систему, как Minix, подключаться к этому компьютеру удаленно и решать на нем свои учебные задачи. Проблема в том, что учебная операционная система Minix была создана Таненбаумом исключительно для учебных целей и развитием ее он не занимался, и никакие патчи улучшения для этой операционной системы он не принимал, считал, что для задач обучения все и так сойдет. А вот как раз-таки, к примеру, эмулятор терминала в Minix был довольно неудобный, и с ним было сложно работать, а никакой улучшенный эмулятор терминала Таненбаум принять в состав Minix не был готов. Поэтому один из студентов Хельсинского университета решил написать свой эмулятор терминала, причем так, чтобы он загружался на его компьютере сразу как операционная система, поскольку он смог себе купить в рассрочку, в кредит практически, выдавали не в ипотеку новый 386 процессор и хотел как можно более полно использовать его возможности. В дальнейшем ему стало лень перезагружаться из эмулятора терминала в Minix для того, чтобы поделать что-то локально. Он там написал поддержку файловой системы Minix, поддержку запуска командной строки, компилятора, поскольку этот студент учился на программиста, и после этого он написал свое историческое сообщение в Юзнете в конференцию о Minix, о том, что он разрабатывает свою альтернативу и попросил всех рассказать, чем же им не нравится Minix и что стоит улучшить. Именно тогда, в 1991 году, появилась первая версия операционной системы Linux. Прошло еще два с небольшим почти три года, и была выпущена версия Linux 1.0, в которой присутствовал графический интерфейс, и который на тот момент уже мог начинать использоваться в качестве настольной системы. Еще через два года разработки был выпущен Linux 2.0, поддерживающий многопроцессорные системы, поддерживающий большие объемы оперативной памяти и имеющий ряд других возможностей, которые позволили ему конкурировать с коммерческими Unix, такими как Solaris или Aix или HPU, так называемый HPUX. И таким образом началась история Linux на серверах. А в 1998 году, когда популярность новой операционной системы игнорировать было уже нельзя, такие гиганты, как IBM Oracle, объявили о поддержке Linux в своих программных продуктах, например, в SUBD Oracle, SUBD DB2. Также на тот момент появились дистрибутивы Linux с коммерческой поддержкой, тот же RedHut, и это можно считать начало современной эпохи Linux на серверах, которая продолжается по сей день. И более каких-то значимых событий, которые стоило бы отдельно упомянуть, наверное, с 1998 года по текущий момент не было. Было какое-то определенное эволюционное развитие, но Linux постепенно отжимал рынок серверов, на котором он сейчас практически доминирует, и ничего такого эпохального с тех пор особенно не происходило. Что же такое Linux сейчас? Если, например, спросить, что такое сейчас Windows, то можно подумать, что это предотделенная операционная система, предназначенная в первую очередь для использования на рабочих станциях, хотя и для серверов есть редакция, развиваемая компанией Microsoft. Вот выходили такие версии, когда-то XP, потом Vista, 7, 8, 10. Вот есть определенное линейное развитие, например, дистопных версий Windows. То же самое можно сказать и какой-нибудь Mac OS. В случае Linux все выглядит совершенно иначе. С того самого дня, когда Linus Torvalds выложил свое ядро операционной системы, поддерживающую совместимость с распространенным стандартом POSIX в сеть, начали появляться так называемые дистрибутивы Linux. Это комбинации ядра, разрабатываемого под руководством Torvalds и определенного пользовательского окружения, предназначенные для уже конкретного использования на определенных устройствах, будь то какая-нибудь устраиваемая штуковина вроде Wi-Fi роутера, или ноутбук, или сервер, или суперкомпьютер, или что-то еще. Поэтому в этом смысле у Linux как такового, а не только у ядра, никакой подобной линейной истории нет. А есть вот целая сеть, потому что дистрибутивы иногда не только разветвляются, но и сливаются друг с другом различных вариантов. Практически дистрибутивов существует в мире примерно столько же, сколько людей способных сделать свой дистрибутив, а может быть и больше, поскольку кто-то скорее всего делал больше одного. Практически для каждой задачи можно выбрать дистрибутив, который хорошо подходит именно для нее. И очень часто люди совершают ошибку, выбрав не тот дистрибутив, который подходит к их задаче. Они обобщают его недостатки на Linux в целом и говорят, что Linux для той или иной задачи подходит плохо. В то время как они просто выбрали неправильный дистрибутив. В чем же заключается основная разница между ними? Разница между дистрибутивами существует две. Это косметическая и существенная. Косметическая разница между дистрибутивами – это разные пути. Разные, может быть, названия пакетов содержащих одно и то же в их репозиториях. Например, в семействе RedHat традиционно пакет с веб-сервером Apache называется HTTPD, а в Ubuntu называется Apache, и пути, соответственно, называются по-разному, что неопытных администраторов может сбивать с толку. Но это разница чисто косметическая. Разница существенная между дистрибутивами возникает по двум критериям. Первый – это способ распространения различного ПО. И два основных способа – это распространение в исходных кодах или в бинарном виде. При распространении в исходных кодах каждая программа компилируется пользователем на своей собственной рабочей станции. При этом пользователь имеет возможность подбирать какие-то флаги компиляции, пытаться выбирать компилятор, пытаться оптимизировать каждую программу под свою собственную систему, и таким образом работает, например, GENTU. Другие дистрибутивы, напротив, распространяют программы в бинарном виде, таким образом, что мейнтейнер пакета его собирает, компилирует один раз в бинарном виде, таким образом, чтобы на всех или большинстве компьютеров данной архитектуры он мог нормально запускаться, то есть никаких специализированных оптимизаций под конкретно ваш ноутбук там, скорее всего, нет. И выкладывают в таком виде пакет-дистрибутив, пользователи при необходимости его скачивают и устанавливают. Это распространение через бинарные пакеты. Между сторонниками этих моделей распространения идет вялотекущая священная война, поскольку, к сожалению, люди не понимают, что зачастую для каждой задачи свое средство, и в одних случаях компиляция может иметь смысл, а в других случаях, напротив, нужно обеспечить воспроизводимость окружения. Для того, чтобы быть уверенным, что, например, на каждом сервере из 10 тысяч запущен точно такой же бинарник, самый надежный способ для этого – это взять и разложить по всем ним один и тот же бинарник. Поэтому, естественно, практически никто на каждом сервере приложение не собирает. Они собираются один раз и раскладываются в бинарном виде, что не соответствует идеологии бинарных дистрибутивов. Другой критерий, может быть еще более важный, по которому можно отличать друг от друга дистрибутивы – это приоритеты тех, кто их поддерживает. В отношении стабильности пакетов, которые в них присутствуют, или их актуальности. Поскольку, как известно, у многих, когда программа развивается, в ней добавляются новые возможности. С этими возможностями добавляются просто новые баги или даже уязвимости в безопасности. И в этом случае есть возможность остановиться на какой-то мажорной версии, новые возможности в нее больше не принимать, а только накладывать патчи, устраняющие те или иные баги, и таким образом обеспечить себе все более и более возрастающую по мере нахождения и устранения этих самых багов стабильность. С другой стороны, это приведет к тому, что возможности, которые в AppStream этой программы появлялись в течение всего этого времени, в ваш конкретный дистрибутив не попадут. И в таком случае о нем будут очень нелестные отзывы на форумах, что вот уже вчера вышла новая версия с такими новыми возможностями, а в вашем дистрибутиве ее все еще нет. Что же это такое? Понятно, что, например, какому-нибудь энтузиасту на личном ноутбуке часто хочется иметь всегда последние, именно мажорные версии различных программ, поскольку с багами он часто готов смириться, в смысле уязвимости она напрямую не смотрит в сеть, либо там просто нет ничего, чем этот пользователь бы как-то дорожил, но и при этом он хочет постоянно быть в курсе последних изменений и пробовать новые возможности. С другой стороны, представим себе какой-нибудь, например, банк, в котором работает конкретная система биллинга, система учета и контроля потоков денег, и любой сбой в этой системе обходится в огромную сумму. Поэтому то, что в каких-то программах, используемых в рамках этой инфраструктуры, появляются со временем новые возможности, это вовсе не повод эти новые возможности туда внедрять. Ведь вместе с ними могут появиться и баги, и даже уязвимости, которые в итоге встанут вам, может быть, в страшные миллионы денег. В таких ситуациях, конечно же, используются дистрибутивы, которые идеологически склонны к максимальной стабильности. Мажорные версии приложений обновляются один раз в никогда и только на протяжении всего очень долгого жизненного цикла дистрибутива, поскольку заставлять таких серьезных пользователей регулярно мигрировать, регулярно чаще, чем раз в пять лет. Это значит провоцировать их на риск потерять деньги, а значит они могут уйти на какую-то конкурирующую дистрибутиву или на другую операционную систему. Для таких задач используются, естественно, интерпризные дистрибутивы, такие как RHEL, то есть Red Hat Enterprise Linux или SLES, в случае Linux Enterprise System, у которых очень долгий цикл поддержки, практически никогда не происходит обновление мажорных версий программ, а если какие-то возможности появляются по мере развития конкретной версии дистрибутива, то они попортируются в старую версию с максимальным и полным обеспечением совместимости. Так, чтобы можно было взять и обновиться, например, из-за того, что в каком-то из пакетов обнаружили уязвимость и не бояться того, что это все сломает, поскольку авторы дистрибутива, ментайнеры пакетов стараются обеспечить максимальную совместимость. Понятно, что в разных ситуациях дистрибутивы нужны также разные. Если у вас стартап, у которого пока полтора пользователя, но вам нужно в свои собственные сервисы добавлять как можно больше возможностей и не так страшно, что в нем будет происходить сбой, а не в нем и так будет происходить просто в причине его собственной сырости, то в таком случае может иметь смысл выбрать какой-то дистрибутив с легкомысленной политикой обновления, в котором происходит постоянное обновление всех пакетов до последней мажорной версии в каком-нибудь Arch Linux. Ну а если у вас от стабильности вашей инфраструктуры, например, зависит ваше финансовое благополучие или может быть еще что-то более важное, например, от этого может зависеть жизнь людей или там, не знаю, работа к атомной электростанции, в таком случае, конечно же, стоит выбирать дистрибутив с максимальным упором на стабильность. Хорошо, если перейти уже, так сказать, от обсуждения того, что такое Linux, к реальной работе, что в первую очередь для человека, который с детства, например, пользовался Windows и после этого переходит на Linux, может показаться наибольшей разницей. Конечно, не то, что там может по-другому выглядеть графический интерфейс, его и в Windows уже несколько раз переделывали, они к этому привычны, что вчера было меню пуска, сегодня одни квадратики, не то, что раньше нужно было три раза перезагружаться при установке, а теперь все ставится сразу, и даже не то, что не нужно после установки системы доставать 15 дисков с драйверами, а все сразу заработало. В первую очередь в этой системе кажется по типичному пользователю Windows непривычной иерархии файловой системы. В Windows в качестве иерархии файловой системы используется старая иерархия унаследования ими из DOS. ДОС, собственно, так и расшифровывался, как дисковая операционная система. Она была построена вокруг того, какие жесткие диски установлены в том или ином компьютере. Это во многом унаследовано сейчас в Windows, поэтому если у вас есть один диск, он будет обозначен, скажем, как диск C, вставить еще один, он будет диском D и так далее, будут добавляться диски с определенными буквами в алфавитном порядке. В Unix системах, будь то Linux, любая BSD, какой-то коммерческий Unix или Mac OS, все устроено иначе и в некотором смысле более логично. В том смысле, что структура файловой системы и ее иерархии не зависит от того, как именно устроено хранение данной в вашей системе. Будет это вообще какой-либо дискласс-сервер или наоборот сервер-хранилища, в котором присутствует 64 независимых диска или это просто типовой сервер с двумя дисками в корне. От этого иерархия не меняется никаким образом, она универсальна. Есть так называемая корневая директория, она обозначается просто символом слэш и существует стандарт того, чего же именно она как по меню должна содержать. Это стандарты иерархии файловой системы и поскольку он длинный и скучный, я его естественно целиком оглашать не буду. Любой интересующийся может прочитать его самостоятельно. Я просто упомяну, что будет полезно помнить для дальнейшей работы. То, что есть сразу в корне, следующие директории, о предназначении которых важно знать. В директории ETC лежит конфигурация большинства приложений в установленных системе, а также самих системных сервисов. Это можно себе представить как некий аналог реестра Windows, если в Windows все параметры конфигурации приложений хранятся в так называемой специальной иерархической базе данных, которая, как известно, начинает работать, например, все медленнее и медленнее по мере увеличения в ней количества ключей, что, например, в старые времена, когда компьютеры были вовсе не такими мощными, было реальной проблемой. В Unix-системах вообще, и в Linux, и в частности, конфигурации приложений в большинстве случаев хранятся в специальных файлах конфигурации, они лежат в директории ETC, и от количества установленных систем и приложений производительность файловой системы напрямую не зависит. В этом смысле у любых Unix-системах всегда было преимущество. В директории Home находятся по умолчанию данные пользователей. То есть, если вы заведете пользователя, а пользователем мы сегодня будем заводить для задач тренировки, и не будете указывать, где именно ему создать домашнюю директорию, она будет создана в директории Home. Это, если говорить, опять же, об аналогиях с Windows, это аналог директории Documented Settings, или как оно там сейчас называется. Я, честно говоря, не следил за этим, начиная, наверное, с восьмерки. В директории USR находятся системные приложения, а также приложения, установленные в большинстве случаев штатным путем из системных репозиторий с помощью пакетного менеджера. Именно там находятся бинарные файлы, общие библиотеки и тому подобные вещи. В директории VAR по умолчанию хранят данные свои приложения, собственно, потому в директории, так называется, там лежат файлы, которые постоянно изменяются, поэтому VAR, значит VAR. И там по умолчанию базы данных хранят свои базы, а в VAR.Log приложения, в большинстве приложений по умолчанию пишут свои логи. Ну и в директории TMP, как понятно из ее названия, приложения хранят временные файлы. В этой директории такие права, что любой непривилегированный пользователь может там что-то создать. Ну и понятно, что никаких гарантий, в общем случае, по сохранности данных в этой директории не предоставляется. В некоторых дистрибутивах она находится по умолчанию на TMPFS, то есть в псевдофайловой системе, расположенной в оперативной памяти, с режимом, который сбрасывается после каждой перезагрузки. Основным инструментом для работы с системой будет командная строка. Я уже говорил о том, что именно навыки работы с командой строкой очень часто недостаточны у начинающих программистов, которые приходят, например, на работу в Mail.ru. И именно эти навыки просили меня привить вам, может быть, ваше будущее руководителя, если вы в дальнейшем пойдете на стажировку. Поэтому я сразу попрошу все операции в рамках данного курса выполнять определенными командами командной строки. И для этого графические интерфейсы и прочие псевдографические интерфейсы типа Midnight Commander не использовать. Поскольку вы не сможете научиться плавать, пока будете лежать на матрасе или использовать плавательный круг. Так же и работать в командной строке вы не научитесь, пока вы не будете это делать постоянно и не заменять ее другими средствами. Но зачем? Ведь может быть в графическом интерфейсе что-то накликать мышкой, выделить файлы, перетащить его в папку быстрее. Зачем нам вообще эта командная строка? В данном случае ее основные преимущества следующие. Во-первых, это минимальный интерфейс, который хорошо работает даже при не очень хорошем подключении. Например, если вам потребовалось подключиться к удаленному серверу неизвестно откуда через GPRS. Я желаю вам удачи, если вы попробуете пользоваться любыми графическими интерфейсами. А с командной строкой вы сможете работать практически с минимальной потерей комфорта. Но может быть чуть-чуть небольшая задержка будет в том, когда будут появляться символы в командной строке по сравнению с тем, когда вы нажали кнопку. Не больше. Кроме того, любое действие, выполненное вами один раз в командной строке вручную, может быть автоматизировано. Любая последовательность действий, которые вы выполняете раз за разом, может быть собрана в скрипт. И это мы также сейчас обсудим. Кроме этого, нет никаких проблем. Более того, это элементарно. В командной строке могут добавляться новые команды. Или будь то действительно новые программы, которые вы туда привнесли. Или просто какой-то так называемый алианс для того, чтобы чуть-чуть облегчить для вас работу с уже имеющимися командами. Но тем не менее, командная строка в этом смысле расширяется гораздо проще и скоробочнее, чем любой графический интерфейс. Именно поэтому практически у каждого опытного системы администратора может делать со своей системой все исключительно из командной строки. И никакими другими средствами ему уже пользоваться не нужно, поскольку из нее он их делает еще и быстрее. Ну, поскольку речь шла нас об автоматизируемости, попробуем эту автоматизируемость руками пощупать. Вот, к примеру, если посмотреть на строчку 2 отсюда, кто из вас может рассказать, что делает команда, которая там приведена? Ну, хотя бы даже если не знать того, что именно, что это именно за команда, в чем, что произойдет, когда эта команда будет запущена в терминале. На коллеге надо увидеть текст, как это форматировано. А как она его получит? Вот, предположим, вы пишите... На нее поток вывода направлено. Что будет направлено? Поток вывода других команд не направлен. Какой другой команда? Я говорю о второй строчке. Какая другая команда упомянутого... Какие команды вообще выполняются на второй строчке? Ну, кат. Да, команда кат выполняется. А какую роль в данном случае играет тест? Что это такое? В данном случае тест – это любой файл, содержимое которого будет перенаправлено на стандартный ввод приложения кат. Положение кат, в данном случае, с ключом D, после ключа D, оно принимает разделитель, а после ключа F, оно принимает номер поля. То есть, данная команда выведет все, что в каждой строчке файла тест содержится до первого пробела. Хорошо. А команда, которая проведена, видите, три. Что выведет? Список папок и найдет упоминание у слова тест в каждой строчке. Увидеть, точнее, упоминание. Список папок? Ну, список файлов и папок. Да, да, хорошо. Да, список любых файлов в текущей директории. Ну, лучше там скрытым не выведет. Да, хорошо, кроме скрытых. А как мне надо поменять команду, чтобы она вывела еще и скрытые? Не знаю. Верно. А как вообще вот это вот сработает, то, что вы описали? Это то, что будет выведен список нескрытых файлов и директории, в текущей директории, в названии которых содержится под строка тест. Как это будет выполнено в подобной команде? Ну, там тут файк содержится, получается, вывод одной программы будет на другой. Да, а какой вывод? Ну, вывод Леса будет... А какой вывод? У любой программы есть минимум два вывода. Ну, нет, потом данные. Потом ошибок он не выведет. Да, хорошо, да. Стандартный вывод, так называемый. Отлично. А что происходит в следующей строчке, если исключить то, что там Лебрёшес сделал заглавную букву, там, где она не нужна? Это я не исправил, к сожалению. Внутри всего не меня, что-то, но, крайне говоря, два, это до запись файла. Нет, до запись файла это скобочки в другую сторону. А здесь три и в противоположную. И не выиграл, а проиграл. Да, хорошо, BCA это галькулятор. А что произойдет с этим галькулятором, если запустить такую команду? Ну, вход под... Подастся в эту строку, конечно. Да, верно. Эта строчка будет передана, запущена таким образом в командной строке программы на стандартный ввод. Хорошо. Что произойдет на пятой строчке? Мы создадим паровая, или отдадим время в обновлении. Отдадим что? Или вместо создания. Отдадим время в обновлении. Да, или. Хорошо, предположим, а какую роль вообще играет тогда остальная часть этой команды? Там две каких-то непонятных вертикальных палки и еще одна команда. Что это означает? Или фейл в конце. Да, хорошо. А что значит или фейл? Что такое или в данном случае? Если не получится создать. А что такое не получится создать? Ведь командная строка в общем случае не понимает, что делают запущенные в ней команды. Она примитивная. Что такое в данном случае не... А если вернется код выполнения программы ненулевой? Верно. Если вернется ненулевая код выполнения программы. Как вы, вероятно, знаете, во большинстве языков программирования ноль соответствует лжи, ненулевое значение истины. В кодах ответа программы все наоборот. Если запуск программы содержится в любом логическом выражении и программа возвращает код ноль, это считается значением истины. Если код не ноль, то ложь. Соответственно, в данном случае присутствует логический оператор или. И понятно, что если программа, которая стоит слева от него, вернет ноль, то независимо от того, что будет справа, в общем, значение выражения будет истина. Потому что истина или что-то равно истина. Но если слева окажется ложь, то есть эта программа завершится с ненулевым кодом, только тогда будет выполнена правая часть. Поскольку от нее уже будет зависимость результата этого логического выражения. Хорошо. А на шестой строчке что произойдет? Хорошо. Только если операция установки будет выполнена успешно, он будет запущен. А почему так выйдет в данном случае? А если она вернет не ноль? Если не ноль, то первый слой будет ноль. Первый слой будет полос, тогда... А если слева? Нет. И второй тоже будет целый. Нет, почему? Это же логический и. Видите, 2 амперсантов команды строки это логический и. Если в логическом и первое выражение имеет значение ложь, то имеет ли вообще какое-то значение, что во втором? А, ты тогда на божественном модели не будешь. То есть это все-таки последовательное выполнение слева на право, но с устой. Да, в данном случае это, по сути, просто выяснение значения конкретного логического булевого выражения и все. Но, поскольку, и в данном конкретном случае, поскольку это логическое и, вторая команда будет выполняться только если первая вернет ложь. Поскольку, если первая вернет истину, то значение логического выражения от результата второй команды зависеть уже не будет. Значит, и выполнять незачем. Хорошо. А что произойдет в седьмой строчке? Что именно там выполняется? Выводят плата, скажем, на вверх, где флокер, и в результат записываем файл флокер. Да, верно. Перезаписываем, где вы видите, если там еще выводы. Да. Да, хорошо. Можно еще раз? Да. Какая работа в команде? Какая из? Ну, последняя. Последняя. Сначала запускается команда PS с ключами AX, то есть вывести все процессы с их свойствами. Выводится список всех процессов. Этот список процессов выводится ей на ее стандартный вывод, который через пайп направляется на стандартный ввод команды grep. Команда grep на стандартный ввод получает то, что вывела команда PS. А в первом аргументе команды grep фигурирует строчка каворкер. Соответственно, по умолчанию grep будет выводить все строчки своего стандартного ввода, в которой содержится подстрока, указанная в качестве первого аргумента. Соответственно, все строчки вывода PS AX, в которых в любом виде присутствует каворкер, в том числе, поскольку это список процессов будет выведен, и процесс grep, например. Поскольку в командной строке процесса grep это подстрока тоже присутствует в качестве первого аргумента. И весь этот список будет записан в файл, поскольку вот этот оператор, угловая скобка направо, означает перезаписать файл, который после нее упомянут, тем, что будет выведено на стандартный вывод данной программы. Таким образом, будет перезаписан в файл tmpk.worker.txt, если его не было, он будет создан. Если он был с кем-то содержимым, это содержимое будет заменено текущим выводом команды. То есть, вертикальная черта передает все, что выполнилось слева? Вертикальная черта перенаправляет стандартный вывод команды, стоявшей слева, на стандартный вывод команды, стоящей справа. Почему в данном случае вообще обычно греба используется вертикальная черта, а не стрелочка? Стрелка, это разные вещи. Стрелка, угловая скобка, вы, наверное, назвали стрелочкой, да? Перенаправляет сдержимое файла на стандартный вывод. А вертикальная полоса, pipe, так называемый, перенаправляет вывод команды, которая стоит слева от него. То есть, в данном случае ни в каком файле то, что выводит PSA, записано не было. Если рассмотрим некоторые примеры. Во-первых, что такое скрипт? Исполняемые файлы бывают двух основных видов. В первую очередь, это бинарный файл в формате, например, ELF32, так называемом, в котором практически все бинарные программы в Unix-системах представлены. Либо другой вариант, исполняемый файл может представлять собой какой-то скрипт. Ведь понятно же, что напрямую процессор не может выполнять то, что вы напишите на языке bash, а значит, что там должно будет, какая-то другая программа должна будет принять эти данные и исполнить их. Это не бинарный файл. Каким образом это устроено? Любое исполнение. Вот, сейчас мы рассмотрим определенные примеры скриптов. Например, тот, который приведен здесь справа, на данном слайде. Кто-нибудь может рассказать, что этот скрипт делает? Да, да, он похож на то, что я запускал, за исключением одной строчки. Где создается? В Bing Bash. Нет. Нет, первая строчка Bing Bash, это шапка, указывающая интерпретатор для данного скрипта. Скрипт может быть на разных скриптовых языках, вот, может быть, там, не знаю, на перле, на питоне, на рубе, на пхп. В данном случае указывается, что используется именно интерпретатор bash в первой строчке. Никакая директория там не создается, да. Что есть у кого-нибудь правдоподобная гипотеза о том, что делает этот скрипт? Или, может быть, кто-нибудь даже может сказать, что в нем сделано криво и что надо поправить? А какой скрипток? Ну, тот, который справа. Если этот аргумент соответствует относительному или абсолютному пути к файлу, то выводится, что это файл. Если это директория, то это директория. А если это simlink, то выводится, что это simlink. А в чем проблема? Вот, да, на скрипте, что там не так? А? Нет, все, синтаксически он правильный, и если его запустить с простым набором аргументов, там, раз, два, три, он отработает верно. А в каком случае может возникнуть ошибка? Там кавычек проектов не хватает. Где? Вот там, где Эльбин шоу. Хорошо. А в каком случае это может привести к проблеме? Когда там выходят команды. Да, там выполнится. Где выполняется команда? Возьменно. Вы уверены? Нет. Она возьмет и неправильно все примет. А каким именно образом? Сейчас. Ну, когда мы добавляем кавычки, оно как бы берет то, что переменной, и передает его так, как оно там записано. Вот прям. Да. Да, хорошо. Она передает, как там записано. И в каком случае у вас нет проблем? Нет, другая переменная там интерпретироваться не будет, если она там будет упомянуто. Что-то типа, если там будет равна, сколько вы разговариваешься, что-то, что выглядит так же, как переменная, какая-то другая скриптема. Ну, в данном случае это фигурирует не где-то, а в условиях. И что должно для этого там содержаться? Ну, с скриптами, я надеюсь, вы ознакомитесь самостоятельно, и мы сможем уже обсудить конкретные задачи на следующем занятии. А сейчас рассмотрим одну из основных сущностей, которые есть в системе, и понимание того, что это за сущности, как с ней работать, потребуется для всех остальных занятий. Это присутствующие в системе пользователей. Пользователи являются объектами в смысле выдачи или не выдачи тех или иных прав, тех или иных лимитов. Например, лимитов на количество открытых файловых дескрипторов или занятой оперативной памяти, или некоторых других вещей. И с субъективными в смысле того, что практически любое действие в пользовательском пространстве системы выполняется от имени того или иного пользователя. И именно в зависимости от того, от имени какого пользователя это действие выполняется, система его разрешит или запретит. Или, например, созданным в результате этого действия будет присвоен тот или иной владелец, файлом, в смысле, будет присвоен тот или иной владелец. И это действие будет учтено как выполненное тем или иным пользователем. Чем вообще пользователь характеризуется? Тут есть опять же такой подвох. С точки зрения типичного человека и с точки зрения системы пользователи характеризуются разными вещами. Для большинства людей основной параметр пользователя – это его логин. Пользователь определится по логину. У него пользователь логин Вася – значит, это Вася. Логин Петя – значит, это Петя. Логин Nginx – значит, это служебный пользователь для запуска веб-сервера Nginx. Система же отличает друг от друга пользователей по так называемому уиду – юзер-айди. Для нее не так важен логин, как важен именно этот самый уид. Например, если будет произведена попытка выполнения операции, для которой нужны привилегии, то система не будет проверять, является ли логином данного пользователя root. Root можно и переименовать в конце концов. Она будет проверять, что уид пользователя равен нулю. Если уид пользователя равен нулю, значит, у него есть полные привилегии в системе. Если нет, то нет. Вам никто не мешает с помощью пары элементарных махинаций сделать так, чтобы у root звали по-другому, у root звали наоборот непривилегированного пользователя в системе. И в таком случае у него никакие привилегии не отрастут. Все, что было в системе, привязано к конкретному юзер-айди. Кроме этого, у большинства пользователей присутствует так называемая домашняя директория. Это директория для данного пользователя по умолчанию, в которой будут храниться, например, его личные настройки тех или иных приложений, в которой этот пользователь по умолчанию будет попадать после логина в систему. И также после логина в систему у него по умолчанию будет запускаться его интерпретатор командной строки. Под интерпретатором существует больше одного. Например, если вы пользуетесь популярным дистрибутивом Linux Ubuntu, как я, например, у себя на ноутбуке, вы можете обратить внимание, что там есть разные интерпретаторы командной строки. Например, Dash или Bash, и каким из них, кому удобнее пользоваться, кто-то может. И интерпретатор по умолчанию также указан в параметрах пользователя. Кроме этого, в параметрах пользователя указывается его комментарий к нему, или его, так сказать, человеческое имя. То есть у пользователя может быть логин Вася, а человеческое имя, помянутый там, Василий Пупкин. И группа, и идентификатор группы, к которой пользователь относится по умолчанию. Пользователь может входить в любое количество групп, но у него есть его основная логинная группа и все остальные. Группа – это, собственно, совокупности пользователей. И такой же субъект, как и пользователь, в смысле прав на доступ к файлам и директориям, о чем мы поговорим чуть-чуть позже. Сейчас пока надо понимать, что основная группа данного пользователя отличается от остальных тем, что, например, все файлы, которые пользователь создает, по умолчанию будут иметь именно эту группу, а не одну из потенциальных тысячи тех, к которой этот пользователь относится. Кроме этого, в качестве параметров пользователя еще может присутствовать пароль, а может не присутствовать. Дело в том, что далеко не все пользователи, даже большинство пользователей в системе – это не люди, которые логинятся, например, по собственному паролю и выполняют какие-то действия из команды строки. Это пользователи, под которыми запускаются те или иные служебные приложения. Служебные приложения, как вы, наверное, знаете, запущенные в бэкграунде и выполняющие свои определенные задачи в терминологии Unix, обычно называются демонами, и большинству демонов не требуются провилегии суперпользователя. Для того, чтобы ограничить их права, их запускают под их собственным пользователем каждого. Ну, группы – это, как я уже сказал, это совокупность пользователей. В зависимости от наличия пользователя в группе или отсутствия у него, у него может присутствовать или отсутствовать доступ к тем или иным файлам или директориям, или операциям, как можно будет увидеть в дальнейшем. Как же вообще регулируется доступ к файлам? Для этого есть стандартная восьмеричная маска доступа. Все, наверное, вы слышали про чмот 666. И значение этого действия – это вовсе не призыв сатаны, как можно было бы изначально подумать, а всего лишь выставление на файл прав, при котором любой пользователь может его читать или модифицировать. Вообще, права на любой файл представлены в виде 9-бит, тремя группами по 3-бита. И из этих 3-бит самые старшие означают права, которые над этим файлом имеет его владелец, пользователь, которому он принадлежит. Вторые 3-биты – это права, которые над этим файлом имеют группа, которые относятся к данным файлом, и третьи 3-бита – это права, которые имеют все остальные пользователи, не являющиеся его владельцем и не входящие в данную группу. И в пределах каждой этой группы, каждый из 3-бит, соответственно, в порядке убывания старшинства, имеет следующее значение. Самый старший бит – это права на чтение, средний бит – это права на запись, и младший бит – это права на исполнение файла. Соответственно, файл, у которого стоит права на исполнение, может быть запущен или как самостоятельное приложение, если это бинарный файл, или как скрипт, как мы уже видели, но только в том случае, если есть права на его запись. На его запуск, пардон. Три бита из этой маски слопываются, восьмеричное число, соответственно, от нуля до семи, и 666 – это на самом деле 4 плюс 2 для других пользователей, 4 плюс 2 для группы, и 4 плюс 2 для владельца. То есть читать и писать можно всем. А, например, если на какой-то файл стоят права 750, что это значит? Верно. А если стоят права 444? Да, верно. Все правильно. Кроме… Но здесь я на самом деле рассказал правду, да не всю. А в чем заключается то, что я умолчал? Умолчал я еще о трех битах или об одном… в, так сказать, в восьмиличном разряде, в маске доступа к файлам, которые я сейчас не упомянул. Кто-нибудь может сказать, о чем именно идет речь? Что… А? Что… Какие еще есть свойства, которые выходят за рамки этих прав, и которых я не упомянул сейчас? Там есть три флага, которые, в общем, описывают. Ну, то есть, тут у нас не использователь или группа, и вот у них есть права на директорию и на файлы. Там всякие интересные вещи получаются. Вот. И, в общем, ну, грубо говоря, чтобы это регулировать, нужно еще три флага дополнительно. Не совсем так. Хорошо. Смотрите. Первый флаг – так называемый стики бит, липкий бит. Он нужен для, так сказать, хоть какого-то регулирования работы с директориями-помойками, такими как ТМП. Каковы привилегии типичного пользователя, обычного пользователя, и чем от них отличается суперпользователь? Какие вообще в системе бывают пользователи? Например, если посмотреть их список в этой системе, то видно, что хотя этим ноутбуком пользовались только я, и я еще завел там специального пользователя для того, чтобы продемонстрировать вам то, как именно работает стики бит, пользователей здесь очень много. Это говорит о том, что они бывают по сути трех видов. Первый из них – тот самый, который имеет уид 0, и в большинстве дистрибутивов называется root. Хотя пользователь с уидом 0 может называться и как-то иначе, например, в каких-нибудь встраиваемых дистрибутивах иногда его могут переименовывать. Это так называемый суперпользователь. Он может делать все, что не запрещено на уровне ядра, то есть все, что разрешено в данной, в юзерспейсе данной системы. О том, как что-то запретить даже суперпользователь на уровне ядра, мы посмотрим, поговорим на занятиях по безопасности, когда будем рассматривать подсистему UC Linux, которую root умеет что-то запретить. Другой вид пользователей – это логинные пользователи, как, например, пользователь юзер, под которым я работаю в этой системе. Это пользователи, которые могут залогиниться извне, ввести какой-то пароль, получить терминал, для которых запустится графический интерфейс и выполнять действия в системе. И третий вид пользователей – это служебные, под которыми невозможно залогиниться, это запрещено. Для них, вот как вы видите, установлен shell bin false или user bin no login. Это означает, что под этими пользователями просто так залогиниться нельзя. Единственный способ что-то выполнить под этим пользователем – это если суперпользователь возьмет и в этого пользователя превратится. Суперпользователю так поступать разрешено. То есть, например, под пользователем no body, если это таково, да, да, в этой системе, как любой другой, он есть, залогиниться под ним нельзя. То есть, логин под ним выполнен быть, конечно же, не может. Логин под ним выполнен быть не можем. Вот, аккаунт current или not available, все дела, все дела. Но, тем не менее, суперпользователь может вполне запускать под этим пользователем процессы. Для чего он и нужен? Для того, чтобы запускать какие-либо процессы с пониженными привилегиями. И использовать для этого одного отдельно взятого пользователя нельзя, поскольку тогда данные этих процессов, данные одного процесса сможет почитать другой. Поэтому для каждого такого демона обычно создается его собственный отдельный непривилегированный пользователь. Поэтому в системе так много. Каким же образом поднять свои привилегии? Для этого существует несколько способов, и честных из них обычно два. Это су или су-да. 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 Это, так сказать, основной способ стать рутом в юник-системах. Для того, чтобы запустить су-да. Или для того, чтобы эмулировать под рутом полный логин су-да. И ввести пароль рута. На многих дистрибутивах пароль рута вообще заблокирован. Например, я сейчас на своем бунте без определенных манипуляций выполнить су-да и зайти под рутом не смогу. Второй способ повысить свои привилегии это судо. Судо это чуть-чуть более гибкая система. Во-первых, для того, что, во-первых, у нее есть специальная конфигурация, которая позволяет вам описать, кому именно можно выполнять судо, а кому нельзя. Кроме этого, она требует ввода для своего выполнения пароля пользователя, а не пароля рута. Таким образом, разграничив права на повышение привилегий, не обязательно говорить пароль рута всем, кому вы, может быть, рута этого даете временно. В-третьих, судо позволяет весьма гибко ограничить конкретные команды, которые могут из-под суда запускаться. То есть, например, могу взять и пользователю User3 разрешить из-под суда запускать только команду LS, так что он сможет то с правами рута, то с морей содержимой директории, ничего другого с правами рута он делать не сможет. Здесь, опять же, есть некоторый подвох. Например, очень часто для чтения логов или каких-то файлов используется команда LS. Как видите, я ее тоже использую. Это простая читалка. Ее достоинство в том, что она держит в оперативной памяти только то, что показывает на экране, поэтому ей можно спокойно открыть много 10-гигабайтных файлов и не опасаться, что при этом закончится память в системе. в отличие от какого-нибудь текстового редактора, который ее при этом немедленно съест. И что же будет, если мы, например, разрешим какому-нибудь пользователю открывать, хотим разрешить какому-нибудь пользователю открывать lesson log, на наношение которого у него обычно нет прав. Но давайте мы дадим сумму лесса, это же всего лишь читалка. Конечно же не так, поскольку, к сожалению, это тупая читалка, но недостаточно тупая для того, чтобы можно было так поступить. В ней есть возможность запуска произвольных команд. Например, в случае лесса, это в ее встроенная команда в строке восклицательный знак и произвольная команда. Какой будет это произвольная команда? Конечно же бинбаж. Вот я, например, имея возможность только на запуск читалки файлов, могу с помощью, в данном случае, с помощью ее встроенного средства запустить себе рутовый шелл и получить возможность выполнять под рутом любые другие команды. Таким образом, выдавая пользователям права на запуск под рутом только отдельных команд, всегда нужно убеждаться, что в них нет возможности запуска из-под них уже других произвольных команд. Такой команды будет всего лишь интерпретатор и все. Также стоит коснуться вопроса, который, по поводу которого сломано много копий среди системных администраторов и таковыми себе считающих. Можно ли работать под рутом? С одной стороны, в детстве под рутом работать нельзя то, чем, казалось бы, вообще нужен рут. С другой стороны, считается, что если человек привык работать на клавиатуре не пальцами, а другой частью тела, он может в другой части тела случайно набрать опасную команду, а если он при этом будет под рутом, то эта команда может сделать что-то страшное в системе. здесь поэтому якобы под рутом работать нельзя, а страшные команды нужно выполнять только набрав суда. Но здесь стоит отметить, что, конечно, выполнение привилегированных команд через суды ни от каких ошибок не защищает, поскольку то, что человек хотел удалить, например, один файл опечатался, удалил другой, но он также и суда опечатается. и последствий будет не меньше. В итоге, на мой личный взгляд, это правило особого смысла как минимум для опытного администратора не умеет. Если же для неопытного администратора действительно стоит начинать работать под обычными пользователями, стараться выполнять с привилегиями как можно меньше команд, поскольку в их случае вероятность ошибки гораздо выше. Я же сам работал в составе команд системных администраторов, в которых было принято всегда работать рутом в системе и за много лет ни один из них, ни одной команды таким образом, чтобы все сломать по ошибке и из-под рута не выполнить. Так, чтобы работа из-под простого пользователя в этом случае бы спасла. Поэтому действуйте на свое усмотрение, руководствуйтесь не советами Кулхатский Раваси, который он написал на распространенном сайте, а пытайтесь сами споставлять риски. О том, каким образом из того, что касается работы пользователей, еще стоило бы упомянуть, каким же именно образом хранятся данные этих пользователей. Например, когда вы добавляете пользователя в систему, как я это сейчас сделал, куда же он попадает? Конечно же, ответ куда угодно, поскольку у Linux максимально расширяемая система, и, как мы увидим в дальнейшем, в качестве бэкэнда, скажем, для авторизации можно использовать вообще все, что угодно, для этого есть так называемый PAM, Plugable Authentication Modules. Но по умолчанию для этого используются файлы, в которых хранятся авторизационные данные. Это файлы etc.path и etc.shadow. Они разделены по следующей причине. Обращаться к атрибутам пользователей, к его именам, уидам и тому подобным вещам должны все пользователи системы. Например, увидев какой-то файл, у которого в атрибутах будет указан просто уид пользователя, лс запущенный даже под простым пользователем должен показать логин этого пользователя, потому что уиды человек помнить не обязан. Он человек, а не компьютер, и он хорошо запоминает, например, имена, а не числа. С другой стороны, есть чувствительные для логина вещи, такие, например, хэш-пароли, и получив хэш-пароли пользователя, злоумышленник может со страшной скоростью пытаться подобрать к нему его по словарю или подобрать к нему коллизию, и поэтому довольно-таки опасно додавать, читать хэши всем подряд. Поэтому, как вы видите, в ETC-пасту фигурирует все, что угодно, то есть пользователь, вместо его пароля упомянут служебный символ X, его уид, его гид, его описание, домашняя директория, интерпретатор. А что же с паролями? Где находятся пароли? Пароли пользователя, для которых в паспорте указан X, находятся в специальном файле ETC-shadow. И у большинства пользователей, как вы видите, здесь пароля нет. Это значит, что это служебные пользователи, которые логиниться в систему не могут, а в них только может превращаться root. Но для одного из пользователей пароль выставлен, вернее, не пароль, а хэш-пароль. Здесь присутствует, казалось бы, не читаемый набор символов в этом хэше. не совсем не читаемый. Как вы думаете, здесь есть какая-то структура, или это просто набор байтс в определенном представлении? А какая? Ну, после доллара, после каждого выводится тип хэша. Хорошо, согласен. Здесь выводится тип хэша. Дальше. Вот 6, например, это один из типов хэша. Там с х256, если я не ошибаюсь. Дальше. Верно. Может быть, вы будете добры и расскажите всем, что такое соль в хэше, зачем она нужна? Ну, если как, она добавляется для того, чтобы вы просто не смогли расшифровать. А в чем заключается, так сказать, нет, хорошо, а в чем заключается от этого усложнения усложнения подбора, например, коллизии или подбора по словарю? Ведь соль же лежит прямо здесь рядом с хэшом, я умышляю месяц хэшом и получу. Вы можете описать в чем сложность? Во-первых, это использование случайной соли для каждого хэша усложняет подбор по словарю хэшей. Я приведу пример. Вот, например, я решил себе ввести пароль QWERTY. Ведь от него будет взят хэш с H256 или там даже пусть МД5 для простого примера, поскольку с ним пример будет показать чуть проще и он будет еще и по хэшу сразу и не скажешь это пароль QWERTY или какой-нибудь секьюрный. Но вот этот хэш попал к злоумышленнику. Что будет делать злоумышленник в первую очередь? Он не будет даже строить кластер с графическими карточками, на которых потом может будет этот к этому хэшу подобрать коллизию. Первое, что он сделает, это запьет этот хэш в гугл. И в гугле он увидит, что это хэш от QWERTY. Поскольку хэш от QWERTY известен всем. Вот оригинал. Вот. Ну хорошо, если не QWERTY, а что-нибудь другое словарное, то будет то же самое. Есть словари наиболее часто используемых в паролях слов, и там несколько тысяч хэши от них также элементарно гуглятся. Я сталкивался с этим даже в ситуациях, когда под паролями, защищенными этими хэшами, лежат более-менее чувствительные данные. Во-первых, использование соли лишает злоумышленника такой элементарной возможности. Хэш уже не загуглишь. Уже придется его хотя бы брутить. Во-вторых, будьте здоровы, брутить хэш не всегда подряд, не всегда очень полезные занятия. Это может занять большое долгое время. Кроме того, некоторые алгоритмы хэширования брутфорса вообще практически не подвержены. В смысле, просто для брутфорса придется потратить слишком много электроэнергии, столько вымышленника никогда не будет. Но есть так называемые радужные таблицы, которые позволяют ускорить подбор хэша при условии, что выполнены некоторые данные. Ассоль, эти радужные таблицы, имеет свойство сбивать. В итоге вам будет гораздо сложнее подобрать коллизию конкретному паролю. Вы подберете коллизию только комбинацией пароля и соли, а соль уже оттуда не отделите, поскольку в коллизии она присутствует не будет. Это будет просто какое-то другое значение, которое будет передано в эту хэш-функцию, будет отдавать такой же хэш, как комбинация пароля и соли. Но при этом будете переданы в ту же криптографическую функцию, например, в качестве пароля, когда к нему допишется соль, хэш уже будет другой. И в итоге авторизация не пройдет. Да, соль выбирается случайно и пишется просто рядом с паролем, поскольку ее же нужно проверять. Нет, она просто в этом же, в этой же стандартной строчке. Вот вы видите, здесь хранится алгоритм хэширования, соль и сам хэш. А если в качестве пароля убить что-то, что-то, ну, взять, отрезать первые два символа, подобрать к этому делу коллизию, убить в качестве пароля, это не будет паролем пользователя, но авторизация не будет успешна? Нет, не пройдет успешно, поскольку для того, чтобы авторизация пошла успешно, что должно, в какой условии должно выполниться? Нужно, чтобы хэш от совокупности этой соли и введенного пароля, соль будет дополнительно дописана на стороне сервера, смотрите, авторизацию проверяет сервер, у сервера лежит такой хэш, в котором записана соль и значение хэша. То есть, к тому, что будет введено извне, он допишет соль. А если она хранится в этом же хэше, вот же она хранится, вот я вам показываю, вот эта соль, как же она нигде не хранится? А, через разделитель. Да, разделитель доллар, то есть, первое поле, это тип хэша, по-моему, если не ошибаюсь, 6, это с хэш, второе поле соль, а третье поле хэш. Не получится, к сожалению. Смотрите, функции хэширования обладают свойством, практически полной непредсказуемости значения даже при изменении одного бита в переданной ими данных. То есть, таким образом, если вы, например, получаете хэш пароля QWERTY, которому была приписана соль, то вам все равно придется брутить. А если этот пароль был еще и сложный, то вам придется подбирать к нему коллизию, а не просто подправлять по списку не QWERTY ли это. Положен, пароль был, да. То есть, грубо говоря, мы как делаем пароль QWERTY, у нас система сама добавляет эту соль, что добавляет соль, а после этого... Да, и от комбинации соли и введенного пароля, она берет хэш. Далее соль и этот хэш она пишет в файл шэдоу. И по этой комбинации происходит авторизация. Приполнен, злоумышленнику удалось подобрать коллизию на комбинацию соли и пароля. Тогда непонятно. То есть, почему хакер, если взломает QWERTY, зачем вообще знать о соль? А если он взломает QWERTY, а соль ему надо знать, что как минимум этот хэш не гуглится, поскольку соль каждый раз рандомная. Только пример гугла я показал, что хэш без соли от словарного пароля даже мучиться подбирать не надо. За секунду можем узнать такого пароля он взят. А так нужно хотя бы помучиться подбирать по словарю. Уже сложнее. И если же мы знаем, где на QWERTY, И возьмем тот просто старый. Ну, например, смотрите, мы знаем, что вы вместе, где она займа, где что мы займем. Вот же угры, я хакер, да, это сейчас соматик QWERTY. Я беру, бручек QWERTY. Вот именно вам нужно брутить, а если бы вам, а если бы соли не было, вам не пришлось бы даже брутить. Я же говорю, можно просто загуглить хэш. Вот я, например, когда проверял от какого пароля взят вот этот хэш, где у меня вот это было выше, вот этот вот хэш, я его не брутил. Я просто проверил по словарю хэшей. Ну, в данном случае в качестве словаря хэшей у меня выступал поиск гугла. Насколько это совсем простой пароль. То есть это самый дешевый взлом, когда вы просто находите в словаре соответствие. Брутфорс это уже более дорогой взлом, вам надо тратить там машинное время, вам нужны кластера под него и так далее. А тогда он же все равно будет хакер видеть из соли и хэш? Да, ему придется подбирать просто значение и при каждом подбираемому значению приписывать соль и действительно вычислять хэш. Это уже дороже, чем просто проверить по словарю. А если пароль не Кверти, а если пароль сложный, то надо к нему искать коллизию, сам пароль не сбрутишь. То есть нужно искать любое значение, которое выдаст такой же хэш, не обязательно являющийся тем же паролем, который вел пользователь. Сколько пароль может быть сложный и не брутабельный. Коллизию, вот вы, например, нашли коллизию, но эта коллизия не от хэша, не от пароля, а от комбинации пароля и соли. Вот вы вводите эту комбинацию, а соль к нему будет дописана криптографическая функция еще раз, и она скажет, пароль не подходит. Даже вы эту соль заранее знали. Коллизия все равно будет выглядеть совершенно иначе, чем комбинация этого пароля и соли. Из нее не удастся просто вычесть соль, чтобы получить пароль пользователя. Ну, ради того, этого мега повезет и вы увидите, что в начале полученной вами коллизии висит та же соль. Вам опять же космически повезло, и вы подобрали не коллизию, а настоящий пароль. Но это может случиться в одной из миллиардов вселенных, грубо говоря, такой риск мы не закладываемся. Отлично. Мы разобрались, каким образом, откуда система берет информацию о том, какие в ней используют ли, какие у этих пользователей пароли. И теперь, так сказать, в завершении хотелось бы рассмотреть, каким образом можно получить в системе, в данном случае совершенно легальный, без взломов, без регистрации смс, удаленный доступ. Поскольку вам всем потребуется для работы учебная виртуальная машина и работать с этой учебной виртуальной машиной вот так вот через ее консольку вам может быть не слишком удобно. И кроме того, в дальнейшем вам потребуется, особенно если вы будете заниматься практикой, вам потребуется доступ на удаленные серверы. Соответственно, нужно сразу разобраться, каким образом можно подключиться к системе удаленно. За удаленное подключение интерфейса командной строки отвечает демон SSH Secure Shell. Позволяет в рамках ошифрованного соединения пользователю подключиться, ввести порой или, как я в дальнейшем покажу, авторизоваться по ключу и воспользоваться доступом к системе. То есть, в данном случае я установил себе учебную виртуальную машину, я проверил, какой у нее IP-адрес и теперь хочу туда всего лишь подключиться. Я набираю SSH, пользователя, под которым я подключаюсь, собака адрес, к которому я подключаюсь. Один из способов авторизации при таком подключении это тот, который вы видели. Это ввод пароля, я ввожу пароль, он проверяется по хэшу на удаленной системе и таким образом мне выдается право работать под тем пользователем, под которым пытался залогиниться. Но можно ли сделать, например, безопаснее таким образом, чтобы сведения необходимые в разумном объеме для авторизации на этой системе там вообще не хранились. То есть, например, там не было бы даже хэша пароля. Можно ли сделать удобнее, так чтобы, например, не требовалось вводить пароль для того, чтобы туда попасть и при этом обеспечить безопасность так, чтобы туда не мог попасть кто угодно. Для этого используются средства асимметричной авторизации, возможности, которые нам дают асимметричное шифрование. С асимметричным шифрованием мы будем сталкиваться не раз. Например, когда мы смотрим, как работает SSL, а может быть, кто-то из вас уже знает, как оно работает. Кто может рассказать, как работает такой сферический алгоритм асимметричного шифрования вакууме? Кто-нибудь может? Да, расскажите, пожалуйста. У нас есть некий алгоритм, который представляет себе односторонние функции получения ключа. То есть мы ключом может получить некоторое зашифрованное сообщение, а ватт не может преобладать. А зачем это нужно? Ведь если мы хотим зашифровать а расшифровать, как можно расшифровать? Ну ладно, для примера РСА рассмотрим возведение степень, когда два закрытых ключа, они последовательно насладим в одну или другую степень и у нас получается открытое сообщение. Соответственно, если мы знаем закрытый ключ, мы всем говорим открытый ключ и они могут с помощью его открытого зашифровать, а мы с помощью закрытого расшифровать. Да, каждый пользователь, которому необходимо подключиться каким-то образом к инфраструктуре и использовать механизмы асимметричного шифрования, генерирует пару ключей закрытый и открытый. Вы все верно сказали. И таким образом, например, если Алиса и Боб должны таким образом обменяться сообщением, Алиса передать и Боб получить, то каждая из них генерирует пару ключей открытый и закрытый. И открытый ключ прям по открытым каналам они друг другу могут пересылать. Алиса, когда хочет передать сообщение Бобу, использует для того, чтобы зашифровать это сообщение свой закрытый ключ и открытый ключ Боба. После этого она сообщение отправляет и расшифровать его может только Боб, используя открытый ключ Алиса и свой закрытый ключ. В этом заключается его асимметричность. А это уже мы рассмотрим, когда будем обсуждать алгоритмы SSL, каким образом можно защититься от ситуации, когда кто-то сгенерит у себя две пары ключей и представится Алисе Бобом а Бобу Алиса. Это мы не будем обсуждать сегодня, а обсудим через занятие. Когда будем говорить о сетевых протоколах вообще, о протоколе SSL в частности. Но в данном случае для авторизации нас это интересует к какой точке зрения. Мы можем опубликовать свой открытый ключ на сервере. И сервер может проверить наши права доступа таким образом. Он может взять какое-то тестовое сообщение и зашифровать его, используя наш открытый ключ и свой серверный закрытый ключ. Отправить его нам и сказать «А пришли ко мне это сообщение расшифрованным». И только обладая определенным закрытым ключом, мы можем это расшифровать и отправить серверу обратно. И только если сервер получил то сообщение, которое отправил, он может сказать «Да, ты действительно владелец нужного приватного ключа и можешь обеспечить себе доступ к этой системе. Если нет, то извини, друг». Каким же образом это реализовать на практике? SSH позволяет организовать авторизацию с помощью асимметричного шифрования. И для этого, как вы догадываетесь, в первую очередь нужно сгенерировать свои ключи. Серверные ключи были сгенерированы при первом запуске демона SSH на этом сервере. И на этом занятии будет выдано домашнее задание номер один. Домашнее задание номер один это подготовить учебную вертолку в Синтосию. А для тех, кто решил сходить по второму кругу, подготовить новую учебную вертолку, потому что на той уже все готово и делать тогда будет нечего. Да, из-за это совершенно простое вы получаете 10 баллов. Сразу предвосхищаю ваш вопрос. Использовать другие дистрибутивы кроме Синтос 7 можно, но все примеры в презентациях и на занятиях будут даваться под Синтос 7. Если вы чувствуете в себе силы просто в реальном времени переделывать это под выбранный вами дистрибутив, то дерзайте. Если нет, то лучше не надо. Презентации есть в блоге курсы, не обязательно все это переписывать. Я может быть чем-то отличаюсь преподаватель старой школы конспект я не проверяю и вообще не рассчитываю на то, что вы его ведете. Продолжение следует... Продолжение следует...